Доброе утро, Церковь! Спасибо. Спасибо, вы можете сесть. Еще раз доброе утро. Я хочу сказать доброе утро зрителям во всем мире. Я думаю, сегодня мы будем продолжать тему веры. Итак, давайте начнем с того, где мы остановились в последний раз. Название темы «Разговор о вере». Давайте начнем наше чтение из книги Матфея. Это первая книга Нового Завета. Матфея, 21-18. Иисус проклинал смоковницу. Поутру же, возвращаясь в город, залкал. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев. Иисус говорит ей «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница, тотчас засохла. Увидевшие это, ученики удивились и говорили, «Что это за человек?» «Они подумали, как это тотчас засохла смоковница». Иисус же сказал им в ответ. «Истинно говорю вам, если будете иметь веру, и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, и не усомнитесь». «Но если гореть, не скажете, поднимись и вернись в море, это будет». «Подумайте об этом». Последний стих, вы нашли? Это стих 22. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Это может быть правдой в отношении вас. Вот в чем вопрос. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Это может быть правдой в отношении вас?» Это вопрос, который вам нужно задать. Спросите своего соседа, «Может ли это быть правдой в отношении вас?» Библия говорит, «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». «Это может быть правдой в отношении вас?» Поскольку простое верование практически неприменимо. Но вера выражается практически. Вера – это демонстрация. Вера – это убежденность. Вера – это то, что вы хотите применить. Мы можем применить Божьи благословения только через веру. Если вы скажете, что верите, покажите мне свою веру. Я верю. Покажи мне свою веру. Это вопрос сердца. Это вопрос чего? Сердца. Вера в сердце человека. Вы можете верить и не быть в состоянии выразить свою веру. Верить может любой, но выразить свою веру может не каждый. Многие называют себя верующими, но они не знают, как верить и выражать свою веру. Именно это происходит по всему миру. Каждый из вас утверждает, что он верующий. Если вас спрашивают, вы говорите, «Я верующий», «Я верующий», «Я верующий», «Я верующий», но вы не знаете, как верить. И выражать свою веру. Вера – это прошение. Вера – это демонстрация. Вера – это убеждение. Вера – она действенно. Будет практичное слово. Реальность. Да, я вижу этот фрукт. Это верование. Да, это плод в моей руке. Это вера. Это ты, Иисус. Я еще раз продемонстрирую ваши отношения с Иисусом. Те, кто утверждает, что они верующие. Да, это фрукт. Я верю, что это фрукт. Да, это фрукт. Это фрукт. Это фрукт. Теперь слово «вера». Теперь это вера. У вас есть вера взять это. Без веры вы будете продолжать видеть силу, освобождение и все божьи благословения, но вы не сможете применить их к себе или заставить их проявиться в вас. Только через веру могут проявиться все божьи благословения в нас. Верой мы можем принять все божьи благословения. Вера – это вопрос сердца, которому мы доверяем. Вы можете сказать, что я верю, но вы не верите своим сердцем. В Библии есть обещание, что Бог будет делать для нас все, пока у нас есть вера. Дела без веры – мертвы. Также вера без дел – мертва. То, что мы делаем, показывает то, во что мы верим. Дело довольно простое. Вера выражается поступками. Вера работает вместе со своими делами. Тем самым вера совершенствуется, утверждается и исполняется. Если вы говорите, что верите, где ваша вера? Потому что вера практична. Вера в вашем сердце освобождается верой. Вера в нашем сердце может быть освобождена только верой, если ваша вера не останется бездействующей, бездеятельной. Хорошо, вы можете верить, но это бездействует. Если наша вера остается бездейственной, то что это означает? Если вы говорите, что у вас есть деньги, и вы не можете их тратить? У вас есть деньги? Вы говорите, что у вас есть деньги, вы богаты, но вы не можете тратить деньги. Тогда действительно ли у вас есть деньги? Поскольку у вас есть деньги, и вы не можете их тратить, это означает, что скоро вы будете их занимать. Вы станете должником. Итак, верование в твоем сердце может высвобождаться только верой. Когда у вас нет веры, верование в вашем сердце останется бездейственным. Итак, вы христианин? Когда нет веры, верование в вашем сердце останется бездейственным. Напрасно. Как же вы тогда позовете Иисуса, как вы будете разговаривать с ним, когда верование в вашем сердце остается бездейственным? Во имя Иисуса вам нужна вера, но нет веры, чтобы высвободить верование. Вы можете только сказать «Аминь» по вере, и тем самым высвобождаете верование из вашего сердца, но оно не высвобождено. Благодарю Иисусу. Вы можете сказать это только тогда, когда вера высвобождается в вашем сердце. Но вера в сердце бездейственна. Вот почему я сказал, многие утверждают, что они верующие, но не знают, как верить и выражать свою веру. Они утверждают, что они верующие, но они не знают, как верить и выражать свою веру. Вы верите в Бога в определенном стиле. Вы должны иметь работу веры в этом вопросе. Скажите своему соседу, если вы верите в Бога в определенном вопросе, вы должны иметь работу веры в этом вопросе. Еще раз, вера без работы мертва. Это означает, что без веры – это вера мертва. И что такое работа веры? Вот чем вопрос. Абсолютное доверие Богу, что он сейчас работает над ответом. Это работа веры. Скажите соседу, Абсолютное доверие Богу, что он сейчас работает над ответом. Еще раз, он сейчас работает над ответом. Он сейчас работает над ответом. Абсолютное доверие Богу, что он сейчас работает над ответом. Это работа веры. Если человек говорит, что он верит, что Бог что-то делает для него, но он занят своими собственными планами, волнуется и переживает, это поддельная вера. Если он делает его собственным планом, волосы и дешевые, это первое вера. Я собираюсь выйти, но, увидев тучи, понял, что сейчас будет дождь. Я тут же захожу в свою спальню и начинаю молиться. Господь Иисус, Господь Иисус, я не хочу этого дождя. Я хочу пойти на работу. Помоги мне остановить этот дождь. Спасибо тебе, Иисус. Затем я говорю, что Бог ответил на мою молитву, и теперь я иду и говорю моей семье, благодарю вас, я собираюсь на работу. Я помолился Богу, и дождя не будет. Бог сказал мне, что дождя не будет, и в то же время я иду и беру зонтик. И кладу его в свою сумку, и говорю, спасибо тебе, Иисус, я иду на работу. Что означает этот зонтик? В случае чего, что это делает недействительным? Мою что? Мою веру. Это само по себе свело на нет, мое убеждение. Потому что если я действительно верю по какому-то вопросу, я должен иметь дела веры к этому. Вся зонтик, это не дело веры. Работа веры, это абсолютное доверие ему, что он сейчас работает над ответом. Не похоже ли это на нашу жизнь? Вы молитесь о некоторых неприятностях, которые возникают в вашей жизни, которые возникают в вашей жизни. молитва. А потом вы обнаруживаете, что полны тревоги и беспокойства. как будто вы никогда и не молились до этого. Молитва должна сопровождаться абсолютным доверием к нему, что он теперь работает над решением. что он сейчас работает над решением. Да, после того, как вы закончите молиться, то, что должно последовать, является абсолютным доверием. Иисус, Иисус, благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Чего вы благодарите Его, если не знаете, что Он не ответил на вашу молитву? Если вы знаете, что не получили, почему вы говорите «Спасибо, Иисус»? Потому что каждая молитва заканчивается чем? Если вы не приняли в свой дух учения, обещания отца, святой дух, то заставляйте себя совершать такие действия, это, конечно же, риск. Вот в чем ваша проблема. Это действительно риск, принуждать себя делать такие поступки. Я думаю, что многие из нас не приняли обетование отца в свой дух. Вам нужно основываться на слое Божьем. Вера приходит от слышания. Но так как мы недостаточно слышали и повиновались, то не можем поступать по вере. Вот источник наших проблем. Возможно, вы слышали слово, но не повиновались тому, что слышали. Вы слышите, чтобы научить или практиковать его, но не слышите его, чтобы жить им. Как отец одержимого демона мальчика, он сказал «Я верю, помоги моему неверию». Он вел себя так же, как и мы. Поэтому он сказал Иисусу «Я верю, помоги моему неверию». Это такая вера, как сейчас у нас. Именно так сказал Отец одержимого демона мальчика. «Я верю, помоги моему неверию». Что это за вера? Если вы верите и просите помочь вашему неверию, это значит, что это вера слышать Слово Божье для того, чтобы потом его преподавать и учить, но не ради того, чтобы жить им. Если вы будете слушать Слово Божье и жить в нем, вы будете поступать по вере. Вот почему мы продолжаем видеть сейчас тьму. Физическими глазами мы всегда будем видеть тьму, которая окружает нас сегодня. А глаза веры будут всегда видеть свет. Настоящая тьма – это ситуация, в которой вы сейчас находитесь. Ваши трудности находятся в сегодняшней тьме. Это все, что вы можете видеть. Вы не можете видеть дальше вашей ситуации. Вот почему вы жалуетесь, плачете, сомневаетесь, становитесь рассудительными, озабоченными и обеспокоенными. Потому что все, что вы можете видеть, это ваша нынешняя тьма. Вы не можете видеть дальше своей нынешней тьмы. Если бы у вас была вера, вы могли бы видеть свет. Физические глаза могут видеть только что окружающую тьму. Скажите своему соседу. Наше зрение может видеть только окружающую тьму, но глаза веры могут видеть свет. А что такое окружающая тьма? Ваша нынешняя ситуация. Я назвал ее нынешней тьмой, потому что как только вы изменитесь, у вас появится вера. Как только вы обратитесь, тьма исчезнет, потому что это не то, что будет длиться долго. Когда изменитесь вы, изменится и ваша ситуация. Вот почему я называю это нынешней тьмой. Ваше зрение может видеть только нынешнюю тьму. И это то, что вы видите, и то, что беспокоит вас. Вы думаете о трудностях, ограничениях, бедности, болезнях, немощи, о письме, которое вы получили, кошмарах, телефонном звонке. И это ваша настоящая тьма, с которой вы сражаетесь. И все из-за вашего зрения. Если бы я жил так, как живете вы, вы не встретили бы меня здесь сегодня. Ситуации, проблемы, все, что вы причинили мне, и что еще хотите причинить, не дало бы мне стоять здесь и обращаться к вам, потому что я был бы занят и в тревожен мыслями. Но я вообще не вижу своей настоящей тьмы. Все, что я вижу, это свет. И теперь, когда я вижу только свет, это означает, что Бог позаботится о любой тьме, которая только кажется тьмой. но вы видите ее, она вас тревожит, вас беспокоят ваши проблемы и всякие ситуации, вы волнуетесь. Даже если бы Иисус стоял рядом с вами и вы видели нынешнюю тьму, вы бы все равно были обеспокоены. Я хотел бы знать, что будет дальше. Я не знаю, что произойдет, преодолею ли я эту ситуацию. Как я смогу преодолеть эту ситуацию? Это как большой кошмар. Мне больно. Мой доктор говорит, что я должен пойти и написать завещание. Это смертельная болезнь. Что я буду делать? Этот долг, как я выплачу этот долг, я не знаю, нет будущего, надежда потеряна. Все кажется настолько трудным. В этой атмосфере вы не можете иметь веру. Вы не можете показать свою веру. Это невозможно. Вы можете выразить свою веру, только когда вы видите свет. Но сосредоточившись на окружающей тьме, трудно выразить свою веру. Вере нужен свободный дух. Скажи соседу. Но ваш дух не свободен. Ваш дух находится в рабстве, в тюрьме. Свободный дух. Для веры нужен свободный дух, но ваш дух не свободен. Ваш дух не свободен. Чтобы привлечь внимание Бога, вам нужен свободный дух. Вот почему я сказал, что вы не приняли свой дух обетования Отца. и что вы не основываетесь на слове. Быть основанным на слове значит присоединиться своим духом к духу Божьему. Это будет свидетельствовать, что вы рождены свыше, не так, как те, о которых мы говорим. Это вопрос сердца. Кому вы доверяете? Поэтому мы всегда напрягаемся, чтобы верить. Но нам не нужно напрягаться верить. Вы напрягаетесь. Иисус, Иисус, Иисус. Вы делаете усилия, чтобы верить, но ничего такого не нужно делать. Это происходит естественно. И вам не нужно прилагать усилия, чтобы верить. Нам не нужно напрягаться, чтобы верить. Так происходит, когда вера не настоящая. Вы поститесь, когда у вас есть проблемы, вы бежите туда и сюда, в церковь. Я имею в виду, многие из нас должны были быть здесь давным-давно. Но мы бежим в церковь тогда, когда проблемы переполняют нас. Когда проблема не слишком тяжелая для вас, вы обращаетесь к старшим, фарисеям и саддукеям за советом, куда идти. Но когда вы видите, что у вас слишком много проблем, и вы знаете, что эти проблемы угрожают вашей жизни, вы не советуете с ними, а идете, куда сами считаете нужным. Также вот те, у которых не настоящая вера, но все, что делается насильно, это не есть вера. Вера это то, что приходит спонтанно. Естественно. Вот это вера. Кто откроет дверь для веры, которая в сердце? Вера находится в ящике под замком. Вера закрыла верование и положила ключ в карманы. Чтобы освободить верование, Вера должна достать ключ и открыть дверцу. таким образом верование находится в неподвижном состоянии внутри ящика. Она бездействована. христианство христианство это не просто разговоры. Мы должны показывать практику. Это дело сердца. Христианство находится в сердце. Пусть Бог благословит свое слово. Поднимитесь для молитвы. Это вопрос сердца. Кому вы доверяете? Если я спрошу вас, вы скажете, что доверяете Иисусу. Вместо того, чтобы говорить самим, позвольте говорить вашему сердцу. Если я спрошу, кому вы доверяете, вы ответите Иисусу. Но этот ответ отличается от того, кому на самом деле доверяет ваше сердце. Это вопрос сердца. Скажите своему соседу. Христианство это вопрос сердца. Когда вас спрашивают, кто вы, вы говорите, я христианин. Любой может признаться в этом и исповедовать то, чего нет в сердце. Это вопрос сердца. Вы позволите своему сердцу говорить? Потому что вера исходит из сердца. Кому вы доверяете? Потому что вера это доверие. Скажи своему соседу. Вера это доверие. Делать усилия, чтобы поверить, это неправильно. Нет ничего такого. Вся борьба завершилась там. Вы знаете, когда борьба Петра закончилась. Когда Петр увидел Иисуса на море, он сказал, я хочу пойти с тобой. Он начал с того, что погрузил ноги в воду и шел по морю навстречу Иисусу. Иисусу когда он шел, он тонул, он тонул. Это требовало усилия. Он тонул, он тонул, пока уровень воды не было здесь. Иисус сказал, иди. Он все еще тонул, и Иисус позволил ему бороться до тех пор, пока уровень воды не был здесь. Когда уровень воды был выше него, Иисус видел только его руки и пальцы. Иисус сказал, Иисус сказал, да, я вижу твое искреннее желание. Он сказал, поднимись. Я знаю, что вам придется бороться, прежде чем Иисус вас не заметит. Эта борьба должна быть настоящей. Вы должны сражаться, ваша борьба не навредит вам, но усовершенствует вас. Именно так обстоят дела. Как я уже сказал, то, что вы видите, это настоящая тьма. Но в момент, когда вы сдадитесь и отдадите все Иисусу, вы начнете видеть свет. Вы готовы? Вам просто нужно увидеть за пределами нынешней тьмы. Слушайте голос Бога. Кто-то просто меняет вашу историю. Пусть ваша история изменится, история вашего здоровья изменись. История вашей карьеры изменись. История вашего бизнеса изменись. История ваших финансов изменись. история вашего брака изменись пусть ваша история изменится пусть ваша история изменится во имя Иисуса когда ваша история изменится вы больше не увидите настоящей тьмы это голос Бога какова бы ни была история вашего здоровья получите новую мечту прорыв это новая мечта какова бы ни была история вашей карьеры получите новую мечту процветание это новая мечта получите новую мечту получите новую мечту получите новую мечту Какой бы ни была ваша история, я не знаю. Это прошлая история. Вы знаете, где вы должны быть, идя своими усилиями. Вы знаете, где вы должны быть благодаря своей борьбе. Вы знаете, где вы должны быть. Пусть ваша история изменится. Пусть ваша история изменится. Да, благодаря вашему усилию и борьбе, вы знаете, где вы должны быть и кому вы принадлежите. Вы знаете, где вы должны быть. Вы знаете, что вы не знаете. Вы знаете, что вы не знаете усилий, чтобы это осуществить. Это воля Божья, изменить вашу историю. Это воля Божья, изменить твою историю. Всякий раз вы садитесь в одиночестве и спрашиваете себя, как долго это будет продолжаться. Вы исчерпали все свои усилия, тактику и стратегии. Вы думали, что когда вы учитесь, когда съездите в Европу, Америку, объедете весь мир, когда у вас будет хороший партнер, у вас будет то, что называется хороший отдых. Да, вы все еще боретесь. Сейчас вы не знаете, что делать дальше. Вот почему вы бежите к Богу и говорите, Бог, я испробовал все свои стратегии и тактики. Я применял все умения и усилия. Я сделал это и то. Я не знаю, что делать дальше. Спаси меня, Господь. И перепиши мою историю. Спаси меня, Господь, и измени мою историю. Спаси меня, Господь, и измени мою историю. Спаси мой брак, и измени мою историю. Спаси мой бизнес, и измени историю. Спаси меня, и измени мою карьеру, и измени историю. Спаси меня, и финансы, и измени историю. Измени историю. Измени историю. Во имя Иисуса Христа. Пока вы не поймете, что нет, мне нужен кто-то мудрее, толковее, умнее, кто есть Иисус. Есть чудесное имя, Иисус. Я не знаю больше другого имени. Я знаю больше, чем я знаю. Я знаю больше, чем я знаю.